МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городская дума Нижнего Новгорода начинает последний год работы перед выборами. Накануне сентябрьского заседания мы решили поинтересоваться у самих народных избранников, с какими мыслями они начинают новый сезон. Один из основных вопросов это грядущее увеличение числа депутатов и перераспределение в пользу одномандатников. У нас два депутата от Превского района, будет три. Три депутата от района, это уже как бы некое лобби. То есть вы понимаете, от автозавода будет еще больше. То есть, иными словами, никто не запрещает коопироваться депутатам, в том числе и по территориальному признаку. В проведении каких-то, допустим, вопросов, связанных с тем же бюджетом, например, выделение денег на капремонты по своему району. Другой актуальный вопрос, который требует постоянного контроля, это оптовые розничные цены на продовольственные товары. Здесь тоже есть над чем работать. Сейчас завышены цены на птицефабриках, завышены цены на ряд продовольственных товаров. Я считаю, что мы должны дополнительно побудить власть города контролю за ценообразованием. Еще одна болезненная точка в городе – развитие дорожной инфраструктуры и транспорта. Некоторые депутаты предлагают необычные решения, например, введение бесплатного проезда во всем общественном транспорте города. Даже с точки зрения финансовой составляющей, если посмотреть, сколько у нас идет средств в совокупности на эту проблему, посмотреть комплексно, то мы увидим, что будет более выгодно. Меньше будем затрачивать средств, не будет пробок. На улице города Нижнего Новгорода чище будет экология, меньше будет травматизма, меньше надо будет вкладывать средств в то, чтобы ремонтировать дороги. Кроме того, по признанию многих, другой ключевой вопрос – бюджетный. А именно, как будут исполняться городскими властями все основные денежные обязательства перед горожанами. На сегодняшний день, как вы знаете, у нас будет проходить часть чемпионата мира по футболу в 2018 году. И город начинает готовиться к очень серьезным и очень дорогостоящим инфраструктурным объектам. Конечно, здесь будет и помощь федеральная, конечно, здесь будет помощь областная, но это будет опять надрыв для бюджета. Всего же на ближайшем заседании Городской Думы нижегородские депутаты обсудят 33 вопроса. Подробнее о самых важных из них смотрите на Горький ТВ.